Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Жената в 12 лет, двое детей. В последнее время отношения наколены до предела. Ссоры, драки бороют, уведят дети. Я знаю, что общество сама виновата. Ну что же, вы пишите 12 лет с женаты, срок это не маленький. Вот, само собой, срок это совсем не маленький. Вот. И, конечно, очень важно, на мой взгляд, чтобы вы обратили внимание на то, что между вами вашему демобсику. Вот. То есть, как вообще развивалась вот эта вот фундаментальная составляющая ваших отношений. Вот. То есть, что было общего в начале. Что общего сейчас в ваших отношениях. Вот. На все эти вещи очень важны. Ну, найти ответы и обратить внимание. Дальше. Вы пишите в последнее время отношения наколены до предела. Значит, в последнее время. Что происходило в последнее время между вами и вашим музеем опять же. То есть, правильно ли я понимаю, что какое-то время было все нормально, а потом начались проблемы. Или нет. Вот. Верно ли я понимаю этот момент. Вот. Если не верно, поправляйте. Будем разбираться. Далее. А поскольку это отношение наколены до предела, как вы сами, в принципе, говорите, то хотелось бы уточнить. А какой ваш личный вклад в то, что отношения наколены до предела? Именно ваш вклад какой? То, что делает муж, это понятно. Но что делаете вы? Чтобы отношения были наколены до предела? Я думаю, что опять же очень важно увидеть и заметить, какой вы выносите вклад в то, что между вами происходит. Потому что не только муж влияет на ваши отношения, но и вы тоже. Ну вот. Это очень важный момент. Дальше. Ссоры. Здесь я бы рекомендовал вам изучить психологическую игру в скандал, потому что ссоры являются таким же элементом системы отношений, как и любая другая. Вот. Любой другой элемент. Поэтому нужно понять вам, во-первых, как образуются ссоры, во-вторых, для чего они вам нужны. Какая выгода. Например, вам, да, от конфликта. Вот. Что касается драк, то это, понятное дело, агрессия. Здесь агрессия подавляемая. Вот. И агрессия, в общем-то, сдерживаемая. То есть вы пытаетесь быть не теми, кто вы здесь, и, очевидно, это приводит к конфликту. Вот. Значит, сюда же можно, в принципе, добавить и некое чувство вины. Потому что дети. Но не совсем понятно, чье. Это чувство вины. То есть это чувство вины вашей, или это чувство вины вашего мужа, или это чувство вины вас обоих. Вот. В любом случае, смотреть здесь нужно именно на то, каким образом это чувство вины появляется. То есть выглядит все это таким образом, что вы вы виноватите себя за то, что проявляете ну, что-то такое вот. Что-то, ну, что-то настоящее, да? Что-то искреннее. Вот. Вы себя за это виноватите. И как бы ни было так, что вы по жизни поступаете, ну, вот, таким же образом. Вот. Если это так, если вы действительно поступаете так, по жизни, подобным образом, то в первую очередь именно это и нужно корректировать, тело не в вине перед детьми. Вот. Дальше. Я знаю, что отчасти сама виновата. Ну, давайте мы изменим то, что вы виноваты на ответственность. То есть, что я делаю для того, чтобы это было. В прошлом году взяла несколько кредитных карт, ну, соответственно, все поправил. Что такое кредитная карта? Кредитная карта это нарушение личных границ обозначения. Довольно, что человек не умеет жить по средствам. Вот. То есть, все время человек пытается прыгнуть выше головы с одной стороны и ужимает, зажимает, а обделяет себя с другой. Так раздается тематика кредитных карт. Поэтому тут тоже нужно с этим работать, чтобы это уравнодействие. Муич, когда узнал, был в беженстве. Сказал, закрывать их кредитами и гасить их. Ну, это позиция, в принципе, как вы считаете, адекватная позиция или нет? Как вы считаете, адекватная позиция, что вы открыли несколько кредитных карт, скажем так, скрыв это от Муни? У него самого три кредита. Купил себе машину за отдых и мне на установку зубного импланта. И опять же, как вы к этому относитесь? Свои кредиты он считает обоснованными, а на меня орочит, что я глупый. А как вы считаете его кредиты необоснованными? Он на вас орочит, что вы глупый. А как вы относитесь сами к тем покупкам, которые вы делаете? Мне привело за счет, что вы и сами как будто бы стыдитесь. Дело в том, что мышь вам транслирует только то, что вы ему посылаете. То есть, мышь вам возвращает это. Ну, и, естественно, муж может быть выражает то, что беспокоит его. Тут момент в том, что в этой ситуации замешана ценность вашей личности, ваша собственная ценность. При этом вам взрывает тупое, нехозяйственное, что я плохо готовлю и нечасто. Ну, очевидно, что здесь имеет место быть злость, Но, в целом, есть у меня такое ощущение, что вы пытаетесь быть идеальными родителями, вот, и не признаете своих недостатков. То есть, вы начали играть роли, и перестали быть людьми, перестали быть партнерами. Я стараюсь в последнее время, чтобы дома всегда была еда и уборка, а уборка, конечно, громает, поскольку после работы я приходил сюда, но уставши, а дети все время со мной. Но, опять же, вы говорите, в последнее время я стараюсь, чтобы дома всегда была еда, а раньше, получается, не старались. Что изменилось? Ну, вот. Далее, уборка хромает, поскольку после работы я прихожу давно уставши, дети все время со мной. Ну, это история про то, что вы не отделяете себя от детей. Опять же, проблема личной границы. И распределение семейных обязанностей, тоже очень важная история. Максимум, что он делает, это отводит дочь в садик с утра. А как вы к этому пришли, что он отводит дочь в садик? Вот. И каково значение для вас садика? Так ли он необходим? Какое значение детей для вас? То есть, как вы пришли к тому, чтобы у вас дети появились? В магазин хожу я, забираю с сада я, поскольку он позже заканчивает начало. И опять же, как вы к этому относитесь? Вообще, вы говорите, что больше работает, соответственно, домой хочет приходить отдыхать. Ну, опять же, это человек. И то, что вы описываете, да, он может иметь на это право, но что куда более важно, это контекст. Понимаете ли вы его, слышите ли вы его, слышит ли он вас, было ли это когда-то, и как это исчезло. Что изменилось? Я тоже не робот. Да, вы тоже не робот, это правда. Как вы говорите о том, что вы не робот? Пока получается, что вы говорите только ссорами, драками и кредитными картами. О том, что вы не робот. В общем, у нас отношения превращались во взаимные упреки, скорее, и ругань с обзыванием. Ну, давайте исходить из того, что происходит между вами на 50% ваша ответственность. Значит, если вы измените свое поведение, то всего этого не станет. Вопрос в том, хотите ли вы меняться. Я не знаю, как из всего этого вылезти. Повторюсь, начать меняться, добраться в себе, восстанавливать контакт с тобой, личные границы и так далее. Еще меня прикрепят моим хобби, я хожу на танцы два раза в неделю. Это конец отношений? Не знаю, зависит от вас, нужно разводиться или как. Психологи не дают советов, но я точно знаю, что разводиться всегда успеете. Вы обратитесь к себе и попробуйте заметить, какие у вас чувства к мужу прямо сейчас. Да, там есть обида, там есть злость, там есть, может быть, даже ненависть, там есть раздражение, есть удовлетворенность, есть, может быть, тревога, есть страх. Но попробуйте заметить, а что еще есть? Вот от того, что вы заметите, и будет зависеть ответ на вопрос, разводиться вам или как. Вот. Такая вот история. Вам нужна психотерапия Валера. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok